чё надо как-то собрать его то камеру выключим да выключил конечно 5 сука как вы да не все нормально собирается легко я уже думал сейчас не собираем нифига взяли разобрали бля ребят привет в этом видео разберем два комбо устройства посмотрим что у нас внутри в чем отличие отличие в том что у одного из них на порту wi-fi нужно для того чтобы обновлять базу данных почему у меня их два один мой а второй моего товарища в общем ему понравился он купился такой же и блин короче попробуем аккуратно разобрать посмотреть что внутри тут пломбы никаких нет но интересно вам же тоже интересно что внутри посмотреть у нас еще есть весы давайте взвешиваем для прикола что сколько весит у нас да так смотрите я тут флешку вытащу флешка на весе знаете сколько 0 26 грамм вот флешка весит 0 26 грамм и давайте посмотрим разницу с вайфаем сбросили его массу и ставим который без вайфая разница получается 1.79 грамм 1.7 грамма разница в весе то есть вайфайный на 171 и 7 ты не прав один заряжен другой разряжен так ладно тропь там разбирать тут у него всего четыре болтика два болтика с одной стороны 2 с другой стороны кстати здесь есть кнопка reset но я ни разу и ей не пользовался не приходилось то есть довольно стабильный стабильно все работает разбирать первый раз на ю тубе скорее всего это первый первый разбор данного комбо устройство так как он с вайфаем начали разбирать сироп твой разбираем но аккуратнее у него защелочки здесь вот вверху вот так вот одна защелка здесь вверху просто так ногтем провели и раскрутила комбик который без вайфая вот и сейчас покажу как защелки выбирать так вот ногтем здесь вот раз за щелочкой вверху тоже так скальпелевку я просто подумал может быть у нас этот получится разобрать если тот не разбирается о вот так вот немножко со смещением вот в эту сторону ты у нас она открывается так это у нас без вайфая что мы тут видим здесь высокочастотная часть да здесь высокочастотная часть здесь аккумулятора нету вот он аккумулятор вот он микрофон значит давайте сейчас попробуем разобрать тот который с вайфаем посмотреть что здесь так получается смещать надо немножко сторону в какую сторону вот так вот так вот мы разобрали и у нас разница вижу вот вижу антенна вайфай вот она антенна вайфай на она вот заходит вот сюда в блок а вот здесь вот у нас провод не цепляется то есть получается ну плата до разные сами посмотрите то что вот здесь вот здесь вот модулин утопите до куда здесь сколько здесь места да здесь вот сколько места то есть разница заметна то есть сюда поставили модуль вайфайный вот эта крышка металлическая она больше по размеру здесь она от меньше по размеру вот собственно и все то есть аккумуляторы по внешнему виду они одинаковые микрофоны разная то здесь вот такой вот микрофон стоит где вай фай модуль есть вот видите антенна вай фай на здесь микрофон такой собственно все остальное все одинаковое вот я хотел узнать посмотреть аккумуляторы такие такой же емкости либо нет но я не думаю что стоит их открывать смотреть там что-то не было написано видно что одинаково согласись да я тоже хочу тут что-то открыл пас показал что-то у нас данная часть одинаково крайне мере здесь до родной это источник питания сатрик кренка 12 вольтовые 5 вольтовые все защитный диод по входу кондюра смотрим где свои файл здесь вот разъемчик есть получается можно здесь вот микрофон припаять контакты есть не вывести такой же и был и был фон шум ловить перейдешь который на лодке сирог вот ничего не надо делать это уже поставили все работает звук какой-то пишет пишет и ладно смотри разъем вот здесь вот здесь вот стоит под аккумулятором здесь разъем его немножко переместили в сторону потому что у нас плата другая вот это вот металлическая часть больше вот но действительно здесь мы видим внутри вай файный модуль стоит вот он видать вот это вот то есть они взяли вот эту часть вот эту часть задействовали под вай-фай поставили и собственно продают по той же самой цене блин вот я продолжал бы чуть-чуть тоже купил с вайфаем скажи с вайфаем удобно ты наверно уже базу данных установил камеру да все очень ништяк не надо компу подключаться пляски с бубном значит со своим вот этим вот без вайфая уже три раза проезжая одно и то же место забывают домой приезжать снять его и базу обновить а тут остановился с вайфаем и вообще все круто пять минут потратил обновил ну ладно где брали кстати ну где вот смотри вот он называется вот так вот ссылочка вот в описании вот серверс тонн f1 сайт такой есть заходишь на коробку принес коробку принес вот тут даже вот сайт наверно должен быть где это дело все купить так сейчас найдем вот он почта телефон горячей линии можно позвонить за вопросы задать ты видишь сайт нет silverstone f1.ru ну да без суппорта вот после собаки она нажимая набираете сервис tonnef1.ru и заходите на сайт и там у них дофига всего интересного так что мы еще тут видим наверху у нас стоит стоит стоят gps модули вот они gps модуль камеры такой же самый аккумулятор идентичные тут вот тот который с вайфаем девятнадцатый год вот что перечеркнуто и восьмой и третий месяц то есть март девятнадцатого года изготовлена здесь никакой бирки нету там и вайфая нету видно что модули сделано без вайфая восемнадцатый год двадцать третья неделя восемнадцать девятнадцатый год седьмая неделя и версия gps и здесь версия 1 здесь версия 0 1 суши на это и без суть и должен врачи ребят покупайте с вайфаем мозга не пачкайте себе не ищите ничего другого он цена точно такая же как и без вайфая и будет вам счастье пока пока чё надо как-то собрать его то камеру выключим до выключил конечно 5 как вы да не все нормально собирается легко я уже думал сейчас не соберу нифига как взяли разобрали блин нет классно что пломбы нету здесь ну нормально получилось покажем ю тубе сейчас надеюсь заработает все ты этот кто он там же серийный номер не по лету производитель увидит точно точно короче я пока это видео год не буду выкладывать к гарантии на на аппарат и ты чё снимаешь нет ну еще напоследок на закусочку вам какой купить радар-детектор смотрите вот это вот комбо устройство то есть он записывает видео и ловит камеры предупреждает о камерах я настолько к нему привык что вчера поехал в город в поездку и забыл его снять дома ну базу данных обновлял камер и вот когда с ним видишь он реально предупреждает что там камеры не превышайте да то есть чтобы правила не решали ладно сейчас я вам хочу рассказать вот об этом китайском устройстве это чисто видеорегистратор в общем это серёгин видеорегистратор старый вот он себе вот вот этот купил с вайфаем и говорит вообще не нарадуется вот чё вот он здесь постоянно пользовался кнопкой reset постоянно его перезагружал во первых во вторых то что здесь есть разъем hdmi и он ему ни разу в жизни не пригодился вообще ну и здесь вот под под бленду есть резьба точно такая же как вот на данном регистраторе она подходит но в комплекте бленды не идет а еще вот что хочу сказать про угол обзора вот это был куплен алиэкспрессе заявленный угол 170 градусов в реале у нее получилось 87 85 градусов открылись повару вернули там 30 процентов вот здесь вот реально угол обзора 70 градусов у меня есть ролики на youtube и причем здесь стоит процессор амбарелла ан-12 он вот этих искажений от рыбьего глаза нету то есть он на процессорном уровне все на ходу исправляет у вас красивая хорошая картинка пойдите по ссылке в описании там будет ссылочка на это видео либо вот здесь вот выскочит посмотрите обязательно видос и и я думаю вы после этого захотите купить такого устройства в общем я им пользовался уже два с половиной месяца и у меня ни разу не завис ничего вообще четко работает просто я очень доволен им и вам рекомендую все собственно пока пока